Это светлый, добрый праздник. Как бы ни банально звучало, все мы ждем не только добра от этого светлого праздника, но и чудес. Особенность таких праздников, моих любимых праздников, заключается в том, что каждый из нас, каждый человек, идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем. Зачем идем своей дорогой к храму? Абсолютно убежден все те, кто идут в храм, идут за миром, идут за прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас. Более двух тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства. Мироустройство, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Это черты характера, абсолютно присущие белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови. И вы знаете, первая волна, вторая волна этой болезни. Я очень тщательно анализирую ситуацию, фактически живу ею, потому что это очень важный момент в жизни белорусского общества. Должен сказать, что Бог нас хранит. То же самое и в эту тяжелую болезнь второй волны. Я всегда говорю о том, дай Бог, чтобы было не хуже. Дай Бог, чтобы было вот так, как сейчас. Чтобы не приходилось нам, как это принято в богатых странах, и мы это увидели, в больницах сортировать людей. Если этот старик все равно умрет, его в сторону, этот помоложе, будем смотреть на него. А вот этот богатый, денег много, этого будем лечить в первую очередь. Это катастрофа. Это общественная катастрофа. Не дай Бог нам это пережить. И спасибо ему за то, что и в первую волну этой болезни, и во вторую он оберегал нас. Это говорит о том, что у нас осталось то святое, что было заложено им более двух тысяч лет тому назад.